Книга «Открытым оком». Автор Игнатий Тихонович Лапкин. 26 том. Вопрос 3870. Вы говорили, что поэт Александр Блок умер по непонятной причине. И что, это связано было с его стихами? Ответ. Мы ведь о прошлом судим только по книгам. Вот 194 поэта рассматриваются разными людьми. Но воедино это в рубрике «Стихия собрали», видимо по руководствам поэта Евгения Евтушенко. Беру оттуда. А они же не сами придумывают, а тоже берут из прежних источников. Когда человек что-то говорит, то он должен свой разговор строить не на выдумках, а на том, что можно подтвердить. Матвей 12.37. «Ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». На чем основаны были стихи Гаврильяда у Пушкина, если это его творение? «Демон Лермонтова, 12 у Блока. Где он вывел, что во главе революционеров-убийц идет Христос?» Блок Александрович. «Беспощадность к эпохе Блок начинал с безбощадности к саму себе. Однажды он проронил. В большинстве случаев люди живут настоящим, то есть ничем не живут. Революцию Блок воспринял как историческое возмездие за распад уже сильно повонившейся монархии. Встретив Маяковского ночью в революционном Петрограде, Блок сказал «Костры горят хорошо», и добавил «А у меня в деревне библиотеку сожгли». Призывая «Слушать музыку революции». Блок, тем не менее, предвидел удушение российской культуры после того, как свершилось мрачно-ерническое предсказание Пушкина. «Кишкой последнего попа, последнего царя удавим». Царь, кажется, действительно оказался последним. А вот страдания народа оказались далеко не последними. «Но покой и волю тоже отнимают. Не ребяческую волю, не свободу либеральничать, а творческую волю и тайную свободу». Для Блока в предстоящем торжестве кровавого бескультуре места не было. С одной стороны, его пытались поставить на службу революции. Читали в агитбригадах, конец 12, так «В белом венчике изрос, впереди идет матрос». С другой стороны, ему демонстративно не подавали руки за то, что он продался большевикам. Волошин по-своему толковал конец поэмы так «Большевики ведут Христа на расстрел». Христианского смысла поэмы не уловил никто, потому что формула «кто не с нами, тот против нас» была свойственна не только красным, но и белым. А Блок был ни тем, ни другим. Весной 1921 года Блок тяжело заболел. Это было связано и с голодными годами гражданской войны, и с огромным истощением нервной системы, возможно, и с творческим кризисом, наступившим после поэмы 12. Алиамский, единственный, кто кроме родных, навещал умирающего поэта, пишет «Александр Александрович перемогался всю вторую половину мая и почти весь июнь. Потом он слег и пытался работать, сидя в постели. Болезнь затягивалась, и самочувствие неизменно ухудшалось. Однако Любовь Дмитриевна и все, кто заходил в эти дни на офицерскую узнать о здоровье Блока, надеясь на выздоровление, и никто не думал о грозном исходе болезни. Один Александр Александрович, должен быть, предчувствовал свой скорый уход. Он тщательно готовился к нему и беспокоился, что не успеет сделать всего, что наметил, и поэтому торопился». Далее мемуарист рассказывает эпизод, происшедший во время болезни Блока. Цитирую. «Спустя несколько дней Любовь Дмитриевна открывает мне дверь, поспешно повернулась спиной. Я успел заметить заплаканные глаза. Она просила меня подождать, и, как всегда, я прошел в маленькую комнату, бывшего раньше кабинетом Блока. Скоро Любовь Дмитриевна вернулась и сказала, что сегодня Саша очень нервничает, что она просит меня, если не спешу, посидеть. Быть может, понадобится моя помощь, сходить в аптеку». Но не прошло десяти минут, вдруг слышу страшный крик Александра Александровича. Я выскочил в переднюю, откуда дверь рела в комнату больного. И в этот момент дверь раскрылась, и Любовь Дмитриевна выбежала из комнаты с заплаканными глазами. Немного погодя, я услышал, как Любовь Дмитриевна вернулась к больному. Пробыв там несколько минут, она пришла ко мне и рассказала, что произошло. Она предложила Александру Александровичу принять какое-то лекарство, и тот отказался. Она пыталась уговорить его. Тогда он с необыкновенной яростью схватил горсть склянок с лекарствами, которые стояли на столике и у кровати, и швырнул их с силой в печку. Цитата закончилась. В другой раз Блок на глазах гостя отбирал и уничтожал некоторые свои записанные книжки. Цитата. «Если бы я мог предположить, что Блок уничтожает дневники и записанные книжки в припадке раздражения, тогда факт уничтожения меня не удивил бы. Но и это происходило на моих глазах. Внешний Блок оставался совершенно спокойный, даже весел. И этот безумный акт в спокойном состоянии особенно потряс меня», пишет мемуарист. Вот описание последнего свидания с поэтом. Он пригласил меня сесть. Спросил, как всегда, что у меня жена, что нового. Я начал что-то рассказывать и скоро заметил, что глаза Блока обращены к потолку, что он меня не слушает. Я прервал рассказ и спросил, как он себя чувствует и не нужно ли ему что-нибудь. «Нет, благодарю вас. Боли у меня сейчас нет. Вот только, знаете, слышать совсем перестал, будто громадная стена выросла». «Я ничего уже не слышу», повторил он. Замолчал и, будто устав от сказанного, закрыл глаза. «Я понимал, что это не физическая глухота. Мне показалось, что я долго сижу. Александр Александрович тяжело дышит, лежит с закрытыми глазами, должно быть, задремал. Наконец решаюсь, встаю, чтобы потихоньку выйти». Вдруг он услышал шорох, открыл глаза, как-то беспомощно улыбнулся и тихо сказал, «Прости меня, милый Самуил Миронович, я очень устал». Это были последние слова, которые я от него слышал. «Больше я живого блока не видел». Другой современник, поэта Георгий Иванов, пишет, что врачи, лечившие блока, так и не могли определить, чем он, собственно, был болен. Сначала они старались подкрепить его к быстро падавшей, без явной причины силы. Потом, когда он стал неизвестным, от чего и невыносимо страдать, ему стали спрыскать морфий. Но все-таки, от чего он умер? Поэт умирает, потому что дышать ему больше нечем. Эти слова, сказанные блоком на пушкинском вечере, незадолго до смерти, быть может, единственный правильный диагноз его болезни. За несколько дней до смерти блока в Петербурге распространился слух «Блок сошел с ума». Этот слух определенно шел от большевизанствующих литературных кругов. Впоследствии в советских журналах говорилось в разных вариантах о пресмертном помешательстве блока. Но никто не упомянул одну многозначительную подробность. Умирающего блока навестил просвещенный сановник. Кажется, теперь благополучно расстрелянный начальник Петра Гос... Слитиздата Ионов. Блок был уже без сознания. Он непрерывно бредил. Бредил об одном и том же. Все ли экземпляры 12 уничтожены? Не остался ли где-нибудь хоть один? «Люба, хорошенько поищи и сожги, все сожги». Любовь Дмитриевна, жена блока, терпеливо повторяла, что все уничтожены, ни одного не осталось. Блок ненадолго успокаивался, потом опять начинал. Заставлял жену клясто, что она его не обманывает, вспомнив об экземпляре послан Брюсову, требовал ввести себя в Москву. «Я заставлю его отдать, я убью его». Начальник Петргос злитиздата Ионов слушал этот бред умирающего. По свидетельству Чуковского, в начале июля стало казаться, что он поправляется. Числа 25-го наступило резкое ухудшение. Думали его увезти за город, но доктор сказал, что он слишком слаб и приезда не выдержит. К началу августа он уже почти все время был в забытии. Ночью бредил и кричал страшным криком, которого во всю жизнь не забыть. Процесс роковым образом шел к концу. Отеки медленно, но стойко росли, увеличивалась общая слабость, все заметнее и резче проявилось ненормально в сфере психики. Главным образом в смысле угнетения. Все предпринимавшие меры лечебного характера не достигали цели, а в последнее время больной стал отказываться от приема лекарства. Терял аппетит, быстро худел, заметней таял и угасал и при все нарастающих явлениях сердечной слабости тихо скончался. Андрей Белый в письме Ходосевичу от 9 августа 21 года рассказывал «Это смерть для меня, роковой бой часов. Чувствую, что часть меня самого ушла вместе с ним. Ведь вот, не видались, почти не говорили, а просто бытие блока на физическом пламя было для меня как орган зрения или слуха. Это чувствую теперь. Можно и слепым прожить. Слепые или умирают, или просветляются внутренне. Вот и стукнуло мне его смертью. Пробудись или умри. начнись или кончись». И встает. «Быть или не быть?» «Арагунтаном душа жить не может. И смерть блока для меня это зов погибнуть или любить». В дневнике Корнея, Чуковского есть такая запись 12 августа 1921 года. «Никогда в жизни мне не было так грустно. Грустно до самоубийства. В могиле его голос, его почерк, его изумительная чистоплотность, его цветущие волосы, его знания латыни, немецкого языка, его маленькие изящные уши, его привычки, любви, его декаденство, его реализм, его морщины, все это под землей, в земле, земля. Он ничего не делал, только пел. Через него непрерывной струей шла какая-то бесконечная песня. Не странно ли, Блок умирал несколько месяцев на глазах у всех, его лечили врачи, и никто не называл и не умел назвать его болезнь. Началась с боли в ноге, потом говорили от слабости сердца. Перед смертью он сильно страдал, но отчего же он все-таки умер? Неизвестно. Он умер как-то вообще от того, что был болен весь, от того, что не мог больше жить. Он умер от смерти. Он умер от того, что не мог больше жить. Галатам, 6 глава, 7 по 9 стих. Не обманывайтесь, Бог, поругаям, не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делай добро, да не униваем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем.